Смотрим фильмы с участием супер бойца Брюса Ли. Но думаю далеко не каждый знает, а что же собственно за разновидность рукопашного боя он исповедует. Итак, Вин Чун, искусство побеждать. Кстати, его появлению мы обязаны женщине. Репортаж Константина Ефремова. Это могила знаменитого актера и легенды китайского кунг-фу Брюса Ли. Она находится в Северной. На протяжении уже 38 лет в этот город приезжают тысячи любителей восточных единоборств только для того, чтобы поклониться великому мастеру. Ведь Брюс Ли совершил настоящую революцию в кунг-фу, создав и показав на киноэкранах новую школу боевого искусства, школу силы, требующую только практичности и эффективности. Это редкие кадры. Они сняты в 1967 году. На них Брюс Ли демонстрирует поразительные возможности своего тела. Вот его коронный прием. Толчок в один дюйм. Двумя пальцами, находящимися всего в паре сантиметров от противника, он буквально отбрасывает его на метр. С тех пор прошло уже 44 года. Но повторить этот прием до сих пор не может никто. Просто потому, что его физическая сила выходила за пределы возможностей обычного человека. Сейчас вы видите, как Брюс Ли бьет 75-килограммовую грушу с песком. От ударов ее мотает в радиусе метра, будто поролоновую. И это при том, что вес Брюса Ли всего 58 килограммов. На этих кадрах, обратите внимание, прямо на глазах публики, ударом в один дюйм, Брюс Ли буквально раскалывает толстую деревянную доску. Без малейшего замаха. Я не видел, что кто-то это повторял. Я думаю, это есть следствие уникальных качеств Брюса Ли. Его уникальной скорости, его уникальной реакции, реакции, которые невозможно развить. Это большое спасибо его папе и маме. Я думаю, что учить это невозможно. Скорость ударов Брюса Ли была такой, что телевизионные аппаратуры 60-х годов их просто не удавалось зафиксировать. Посмотрите внимательно. Противник просто не успевает среагировать на такой молниеносный выпад. Идея нанесения повреждения в боевом искусстве достаточно легко описывается формулой из физики средней школы. Формула кинетической энергии, то есть энергия движущегося тела. Е равняется МВ в квадрате разделить на два. Поэтому чем выше скорость, тем энергия в квадрате возрастает. Поэтому, я думаю, что, понимая это, Брюс Ли работал именно над своими скоростными качествами. Качествами и скоростных рук, и движения собственного тела, вкладывая его в удар. Поэтому это было так высокоэффективно. Детство Брюса Ли прошло в Гонконге. В 13 лет Брюс начал постигать азы кунг-фу в школе знаменитого мастера Ипмана, куда его отдали родители, согласившись платить немалые по тем временам деньги – 12 гонконгских долларов за один урок. Тренировки в школе Ипмана отличались предельной жесткостью. Ежедневный бег на 5 километров, сотни отжиманий, удары по мешку с песком, акробатика и контактные бои. Но именно благодаря этому субтильный даже по китайским меркам Брюс смог довести свою технику до совершенства и доказать, что большие мышцы еще не значат сильные мышцы. По одной из версий, в 17 лет в уличной драке с тремя бандитами из знаменитой гонконгской триады Брюс Ли калечат двоих из них. Тогда, опасаясь мести мафии, родители отправляют Брюса в Америку, где он открывает собственную школу единоборств. Именно здесь мастера кунг-фу заметили кинопродюсеры, предложив показать свое удивительное искусство в кино. Брюс Ли практиковал технику венчун. Этот стиль ориентирован только на поединок. Здесь для бойца важны не духовные практики, как в других восточных единоборствах, а только жесткость, практичность и короткие сроки освоения техники. Именно поэтому в венчун нет внешнеэффектных, но размашистых ударов. Все, что не нужно для боя, венчун отбрасывается. Венчун – это именно он ориентирован на быструю победу и на бой на ближней дистанции, на дистанции практически вытянутой руки или клинч. То есть это особенности венчуна и его направленности. Здесь практикуется только быстрое, компактное перемещение, молниеносные атаки руками и низкие удары ногами с маленькой дистанции. К примеру, вот таким коротким, но мощным толчком ноги можно сломать колено противника. При низкой атаке ногой я наношу опережающий удар в колено опорной ноги противника. Удивительно, но по легенде этот стиль, проповедующий культ силы, был изобретен женщиной. Это была единственная монахиня, сожженного в 18 веке Шаолиньского монастыря. Воинствующая монахиня разработала простые, но эффективные в бою приемы, которым можно было научиться за короткое время. А потом передала свое искусство китайской девушке по имени Венчунь. Впоследствии техникам этого стиля Венчунь обучила своего мужа, актера китайской оперы. И он назвал единоборство в честь нее Венчунь. Искусство Венчунь было секретным и тайно передавалось от одного семейного клана другому. Так было до тех пор, пока наследником Венчунь не стал 16-й по счету человек. Это и был китайский мастер единоборств Ип Ман, учитель Брюса Ли. Он рассекретил этот стиль для всех китайцев. Из маленькой семейной школы, которая была в Вашане, которая была в Вашане Венчунь, Ип Ман превратил ее в большую массовую школу, в которой были сотни учеников. Поэтому да, в Гонконге Венчунь – это один из самых популярных стилей наряду с другими. И это сделал Ип Ман. Одним ударом открытой ладони мастер Венчунь может вызвать у противника сотрясение мозга. А знаменитые толчки в один дюйм могут иметь проникающий эффект с поражением внутренних органов противника. Против вот такого толчка ни один блок неэффективен. Если мы вспоминаем опять хронику, когда Брюс Ли производит этот удар, это удар с очень близкого расстояния. Конечно, такой удар блокировать невозможно. Просто в другом, что никто не позволит подставить кулак к себе и не реагировать никак. В 1973 году случилось то, чего не ожидал никто. Брюс Ли внезапно умирает при загадочных обстоятельствах. По заключениям экспертизы, причина, казалось бы, нелепой смерти этого абсолютно здорового человека – таблетка аспирина, выпитая актёром от головной боли. Компоненты, входящие в её состав, вызвали сильную аллергическую реакцию и, как следствие, отёк мозга. Ходит очень много легенд. Я думаю, это была банальная аллергическая реакция на препарат обезболивающий. Но существует и другая версия трагедии – убийство. На съёмках последнего фильма «Ли» к нему подходит неизвестный человек из массовки и внезапно бьёт актёра по голове. Брюс Ли теряет сознание. Об этом случае вскоре забыли и вспомнили лишь после смерти актёра. Не поверив в заключение патолога-анатомов, многие утверждали, актёру был нанесён удар по так называемой технике диммак. Это искусство отсроченной смерти, которое в средние века практиковали японские наёмные убийцы Синоби. А специалист по древним полумистическим практикам был нанят всесильной гонконгской триадой. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова